Здравствуйте, уважаемые товарищи! Мы сегодня продолжаем цикл наших передач о героическом выпуске хранительского народа Монасии. Как я вам говорил в предыдущих передачах, мною на основе варианта сказителя Монасии Сагамбаева Розбакова написан роман-эпос Монас в прозе в пяти томах. На кыргызском языке. Затем я это свое произведение перевел на русский язык. И оба этих варианта мной выставлены на моем интернет-сайте epasteremonas.com для продажи. Кто хочет, может там приобрести электронные варианты моих книг. А сейчас я, с вашего позволения, продолжу чтение своего романа. Даже после такого резкого заявления никто не захотел идти против Сайкал. В результате казахи и калмахи должны были получить приз без боя. Оскорбленный этим, Монас от души обматерил богатырей, стоявших вокруг него. Зачем вас мать родила за ораву? Вы опозорили меня, заставившись родиться с женщиной. Каким бы ни было богатрём, она ведь баба. Приведите ко мне коня Ахсаргыл. Рассерженный Монас взял все оружие, сплайшем от гнева лицом, держа длинное копье в руке, сел на Ахсаргыла и вышел на бой. Увидев его, Сайкал обрадовалась про себя. То, что я искала на небесах, нашлось на земле, ухмыльнулась она. Монаса называют очень отважным человеком. Он переполошил наш народ и убил многих наших богатырей. Настало время отомстить ему. Уничтожив Монаса, сгубив его, я пошрамлю Ахсаргызов. Сайкал взяла в руку копье, шелкнул флагом и ударила конем. Монас выехал и навстречу, увидел, что она очень красивая. Девушка с широким лбом, высокой грудью, тонким носом, голубыми глазами, казалось, вырвала у богатыря сердце. Вот девушка, на которой я могу жениться. А в раду нападал Монаса. Как бы она случайно не погибла, если я сильно ударю копьем. Боготырь, став вынником таких мыслей, когда началась схватка, полсилы ударил копьем правое плечо девушки. Сайкал отбила удар и сама ударила ее в грудь копьем. Из глаз Монаса посыпались искры, и он едва удержался в седле, чуть не улетел с коня. Взбешенный богатырь решил сразиться с Сайкал полную силу. Девушка громко бросила клич и снова копьем нанесла удар Монасу. Оно пробило правую подмушку Монаса и вышло у него сзади. Богатырь снова чуть не упал слушаний и с большим трудом поправился. Богатыри проскакали по Майданам бок о бок. Казахи и калмаки, увидевшие подмышкой Монаса копье, стали насмехаться над ним. Оскорбленный этим, как расхватил Сайкал левой рукой, но девушка даже не шелохнулась. «Если не одолею самку, мне конец», – пришел отчаяние богатырь. «Я буду опозорен на века, коли проиграли схватку девушки». «Как назло я отпустил акулу для участия в скачках. Аксар был слишком слаб для такого серьезного поединка». Разгневанно Монас потянулся к воротнику девушки. Сайка разожлилась и со всей силы ударила его в голове секирой. Богатырь еле успел отбить удар. Эта девушка несносно еще больше разожлился Монаса. «Коли ты не понимаешь жалость, на тебе!» Богатырь вял секиру в белую руку и ударил девушку по макушке. Сайкал укрыла шитом, а затем взяла Монаса за правое плечо. Используя силу Сары Баурула, она попыталась тащить крызы на землю. Когда девушка ударила плетью коня, богатырь стал медленно сижать седла. Еще немного, и Монаса скальзывался с тременью, грохнулся в обземлю. Не доводя до этого, Чубак поскакал к богатырям. «Здесь идет не борьба на конях, а битва на копьях. Вы придерживайтесь правила», – сказал он, и ударил по голове коня Сайкал. От удара Сары Баурул испуганно дернулся в сторону. Все зрители были поражены храбростью и силой девушки. Если бы не Чубак, она победила Монаса. Поняв это, высокий, смуглый казахский богатырь Гугол выехал на середину, чтобы помочь Сайкалу. «Ей, негодные крызы!» – крикнуло. «Если Монас сражается с одной девицей, почему вы вдвоем боретесь против нее?» «Здесь идет не борьба на конях, а схватка на копьях!» Сердитер повторил свои слова Чубак. «Что это за безобразие, если Сайкал так открыто нарушает правила?» Опасаясь, что обе стороны, вооруженные до зубов, не начали бойню, казах Айдархан и Кыргызбакай на конях выскочили на середину площади. Когда начался большой шум, они позвали хана Теиши рассудить их. «Остановите ссору, братья!» – Ремеричи не сказал он. «Если двое юнцов повздорили, не поддавайте эмоциям, не нарушайте мир между вами, увидите их!» Старейшины согласились, после чего Бакаев увел Монаса, а Калмарки – девицу Сайкалу. Бакаев увел раненого Монаса с поля битвы и вытащил основание копья. Из его рана сразу обильно потекла кровь. «Очень плохое ранение!» – печально покачал головой Бакай. «Его заживление, вероятно, займет много времени!» Монас был очень зол, что не смог победить девушку. Он вынул из кармана лекарства Варжемиль, которое всегда носил с собой. Монас проглотил всю его содержимое, и вскоре кровотечение прекратилось. Полностью пришелся к себе богатырь, сердито сел на коня и, поднимая пыль за собой, вернулся на поле битвы. Увидев его, Сайкал бросила клич и выскочила на Майдан. Крепко сжимая копье, она поскакала навстречу Монасу. «Вот что значит – пожалеть врага!» – печально подумал богатырь. «Я восхитился красотой девушки и полсил ударил ее копьем. Намеревая жениться на ней, хотел причинить ей вреда, а она искренне хочет убить меня. Подело мне!» Сожалея о том, что с самого начала не стал биться с девушкой в полную силу, разъеренный Монас, бросая огненные взгляды, ударил копьем в грудь, подкакавший к нему Сайкал. От сильнейшего удара у девицы из глаз посыпались искры, и она чуть не свалила с желтого коня, похожего на гор. Но Монас не смог с одного удара победить ее, ибо Ахсаргал проявил слабость. У него конечности согнулись, а ребра стиснулись, и он присел на задние копыта, как бродячая собака. Воспользовавшись этим, Сайкал ударил Монаса в грудь копьем. Богатырь не упал с лошади, даже не шелохпуса в седле. Испуганная девушка повернула голову с арабурула и бросилась на утек. Монас погнался за нею. Но Сайкал не дала догнать себя, заскочила в толпу, затеряла уши людей. «Выведите своей девицы на бой!» Сердце закричал на Калмаках Монаса. «Если она сможет, пусть убьет меня!» Сайкал, входи на поединок! Калмаки нашли девушку, попросили ее вернуться на поле боя. Перепуганная насмерть, безумовшая от страха красавица, наотрез отказалась исполнить их просьбу. «Не выйду против Монаса», заезжал Сайкал, тряся всем телом. «Он настоящий богатырь! Если снова буду с ним сражаться, мне не сдобровать!» Казахи и Калмаки поняли, что она была в ужасе от Монаса. Растерялись. С одной стороны, Сайкал отказывается от вызова, а с другой стороны, Монас орет. «Выведите свою девицу на бой!» «Что делать, чтобы его успокоить?» Зная, что Монаса крутой нрав, люди отправили хана Тииша Айдаркана к Хыргызам, Куюшу и Мунаху. «Братья!» – сказал им Айдаркан. «Возьмите себе девяносто лошадей и девять верблюдов, выстреленных в качестве приза. Давайте прекратим бой, потому что Сайкал отказала сражаться». Куюши и Мунахи согласились и пошли к Монасу. Он находился в большой палатке, которую Тииш специально установил для него. Богатырь обратился к нему, Монасу. «Из-за отказа Калмака мы должны получить приз. Давай прекратим бой». «Ты, оказывается, натуральный торгаш!» Отращением покачал головой Монас и девушей на красном фифике разосланным на синем ковре. «Не говори мне такие слова. Если ты такой голодранец, возьми у меня девятьсот лошадей, а не девяносто, любезнейшие. Но не уговаривай меня отказаться от боя, а возвращайся к Калмакам. Как я могу пойти к людям, если не сумею победить паду? Пусть Сайкал скорее выйдет против меня, победит или проиграет мне». А нескураженные гости, взяв с собой Бакая и дальше Катулока, пошли обратно к Айзеркану Тиишу. Услышав отец Монаса, они снова отправились к Сайкалу. Девушка хмуро выслушала просьбу старейшины. «Даже, если отрубите мне голову, я не выйду на бой!» Резко ответила она. «Почему?» Умоляюще посмотрел на нее Тииш. «Чего ты боишься, коли ты наравне с ним сражалась? Приложив еще немного усилий, ты легко одолеешь Монаса?» «Нет!» Покачала головой Сайкал. «Я тоже сначала так решила. Когда начался бой, и Монас нанес мне несильный удар, я подумал, что он слабак и лопух. Но когда Монас залечил свои рану, остановил кровотечение, вернулся на поле битвы и ударил меня копьем, я поняла, что крупно ошиблась. Он ударил так сильно, что мне показалось, будто все мои внутренние места оторвались. Еще хорошо, что копье не смогло пройти сквозь панцирь и остановилось. Иначе я бы сдохла на месте». «Тогда я окончательно поняла, что сначала по какой-то причине Монас пожалел меня. «Делайте, что хотите. Я больше не буду везти с ним. Мне еще не надоело жить». Сайкал повернулась и шла прочь. Последники в отчаянии вернулись к Монасу. Карача, присоединившись к ним, обратился к богатрю. «Сынок, Сайкал не хочет выходить на бой. Мы, калмаки, казаки, пали перед вами, к карганзам. Ты, наконец, добился своего?» «Нет, еще больше разозрелся Монасу. Я не уйду отсюда, пока не выиграю или не проиграю бой. Выводите на состязание, Сайкал». Раз так, другого выхода нет, тяжело вдохнул Карача. «Пойдем к Сайкалу, попробуем еще раз уговорить ее». Павшие духом, старейшин снова вернулись своим. «Все поняли, что девушка не передумает, поэтому надо искать другой выход из сложной ситуации». «Братья», сказал парену, что своим спутникам Карача, «если позволите, хотел бы высказать вам одно предложение». «Говори, Сайкал», посмотрел на него с надеждой Айдаркан. «Сейчас Сайкал не вернется на поле боя. Гнев Монаса тоже не утихнет, это верно», согласился Айдаркан. «Что вы предлагаете? Давайте дадим Монасу вместо Сайкал ее коня». Думает он, согласится на это? Сомнением спросил Айдаркан. «Другого пути нет, братья, пожал плечам Карача. Убедим Монаса принять наше предложение, проявить благоразумие». Все задумчиво замолчали. «У нас нет другого выбора, друзья», нарушил тишину Айдаркан. «Пойдем к Монасу, попробуем убедить его. Может он согласиться с нами». Последники пришли к Калмакам, объявляя свое решение. Сайкал молча протянул моим царам Буврула. Взяв лошадь, старейшины отправились к Монасу. «А, вы возвратились, хмуро проявляет Багатырь. Ваша девица согласилась выйти на бой?» «Нет, Багатырь, она снова отказалась», ответил Карача. «Тогда зачем вы пришли ко мне? Мы привели тебе в подарок коня с Айкалом. Мне нужна она сама, а не ее конь». «Холодно», ответил Монаса. «Не суетитесь, а возвращайтесь обратно и приведите Сайкал ко мне». Опасаясь вреду нраву Монаса, все замолчали от страха. Только Айдаркан не испугался и смело посмотрел на Багатыря. «Спокойся, Монас!» резко осуждающий произнес он. «Будь благоразумным, не нарушая мир между, только помирившись с народами, только для того, чтобы насолить одной девице». «Аксакал прав», поддержал слова Айдаркана Тейшин, «равняться бабе, а не делать для настоящего мужчины». После того старейшин Монас смутился и понял, что из-за гнева перегнул палку. «Что ты на это скажешь, брат?» вопросительно посмотрел он на Бакаева. «Что я могу сказать?» тяжело вздохнул Бакаев. «С одной стороны, ты прав, что так разозлился. Сайкал, который сначала ты пожалел, чуть не убил на тебя. Если Чубак не вмешался, никто, кроме Бога, не знает, выжил бы ты или нет». Монас кивнул, словно потяжидая, что он прав. «С другой стороны, старейшины тоже правы», продолжил Бакаев. «Сайкал вышла на бой от имени казахов, калмаков, которых мы примирили. Если ты будешь настаивать, чтобы она сразилась с тобой, это может окончиться большой ссорой. Когда мы окружены такими могущественными врагами, что хорошим в том, чтобы мы ссорились друг с другом. Тем самым мы ослабляем себя и подливаем масло в огонь недругов. Так что, брат мой, не упрямься, возьми коня и успокойся». Монас терпеливо слышал слова Бакая. Некоторое время сидел молч. Не зная, к какому он пройдет решением, старейшим сопряжением ждали его ответа. «Я согласен с вашим продолжением», хмуро ответил Магатэ. «Чтобы не нарушить мир между нашими народами, я отказываюсь от своих намерений. Я также отказываюсь от вашего дара и отдаю вахсакалу калмаков, карача. Спасибо, сынок, поблагодарил карача. Пусть твоя рука никогда не оскудеет, а слава всегда растет». Все обрадовались, когда старейшины вернулись к калмаков и рассказали им, что все уладилось мирным путем. Особенно было счастлив Сайхал, что избавилось от такой страшной напасти. Невероятно напуганная Монасом девушка попыталась больше не показываться ему на глаза. А Монас, вбив себя в голову, что им надо обязательно жениться на этой девушке, долго не мог забыть Сайхал. Пир продолжился на следующий день. Состояли соревнования по борьбе на лошадях. В них приняли участие 200 ворцов и до вечера развлекали людей. После их завершения прохладным вечером начали прибывать скакуны, вышедшие на скальчика. Когда пыль от их капот появилась в вершину гора, а геяцы, многие закрутились на обочине дороги, чтобы видеть, какой конь идет впереди. Через некоторое время на горизонте показался Абкула, бежавший как олень. За ним скакали Карасурх Азаркана, Коктерки Мунара, Ортезу Ошпура и Сарала Саламата. Остальные лошади остались далеко позади них. Когда Абкула первым достиг финиша, карганзы были вне себя от радости и подняли радостный шум. Согласно условиям скатер, Карача раздал призы хозяев лучших сорока лошадей. Манасу были присуживаны четыреста лошадей, триста коров и сто верблюдов за первое место. Богатырь обратился к Манасу, поглаживая свою седу и бору, Карача, скажи слугам, чтобы они отделили твой приз от других. Нет, улыбнулся богатырь, я не возьму его. Почему? Не понял Карача. Я дарю его гостям пира. Ты хочешь отдать что-то в подарок? Карача не мог поверить своему шагу. Может, будь более разумным, если сам возьмешь такое большое богатство, сынок. Самое большое богатство для меня это мир и спокойствие моего народа. Поэтому разделите приз среди четырех племен, которые находятся здесь. Здравствует Манас, завопили от радости люди. Пусть Бог воздаст тебе зашедр и сделает тебя великим. Старещину поделит приз пор между казахами, хоргызами, калмаками и сартрами. Получив подарок, все вернулись в свою группу весьма довольны богатарем. А шутки смех продолжились и только на шестой день пьер завершился. Манас отобрал лучших снайперов и воинов из народа Тииши. Присоединить к своим войскам он направился от Ваши и Кирку. Манас сам возглавив радь нашел на долинах Каркра реки Харасов. Поселившись на островке охотясь на оленей Моралов опираясь на город Аншань Манас стал отдыхать вместе со своей армией. Вот уважаемые товарищи наше время подошло к концу я прощаюсь с вами свидания до новых встреч до новых встреч. Редактор субтитров